Всем привет! Меня зовут Саша. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я вам хочу показать две прически, которые предлагаю вам сделать в один из прекрасных весенних деньков. Обе прически легко выполняются на волосах средней длины. У меня такая легкая трусшая коры. Если у вас волосы чуть короче или длиннее, то это не страшно. Первая прическа у нас более вечерняя и гораздо сложнее в исполнении. Вторая же у нас будет попроще, поэтому продолжайте смотреть это видео и выбирайте прическу на свой вкус. Итак, первым делом хорошенько расчешем наши волосы, затем выделим на макушке треугольник. Все эти волосы из треугольника нам нужно собрать в хвост и закрепить его плотной резинкой. Дотаршиеся волосы на макушке собираем, закалываем зажимами, пока они нам не понадобятся. Выделяем с боковой стороны прядь волос, закручиваем ее в жгут и закрепляем невидимкой или шпилькой у основания собранного хвоста. Так же поступаем и с другой стороны. Далее выделяем на затылке две прядки, равные по размеру и точно так же закручивая их в жгут, подкалываем к нашему имеющемуся хвосту шпильками и невидимками. Если где-то какие-то кончики будут торчать, ничего страшного, в конце концов это свободная прическа. Все волосы, собранные к хвосту, мы накручиваем на плойку. Плойку можете выбрать любого диаметра. Нам главное добиться просто легкого завитка на волосах. После того, как все волосы в хвосте у нас накручены, нам необходимо взять расческу для начеса и, двигаясь попрядочно, начесывать волосы, но только слегка, чтобы сильно не искажать форму завитка. Затем фиксировать каждую прядь лаком. Вот так примерно должно получиться. То есть мы просто слегка подбиваем волосы к основанию хвоста. Не стремитесь прям сильный начес сделать, поскольку это может испортить сами завитки. После того, как все волосы в хвосте начесаны, мы в хаотичном порядке шпильками и невидимками прикрепляем их к основанию хвоста, как бы формируя рисунок. То есть саму прическу. Здесь уже полный полет фантазии можете проявить. Получилось вот так. По-моему, весьма неплохо. Теперь нам необходимо решить, что мы делаем с волосами, которые остаются. После чего вы можете либо красиво их подколоть к нашему хвосту, но мне бы хотелось заплести из них свободную косу. И конец косы также прикрепить к основанию хвоста. Косу я плету в свободной технике. Сильно ее не затягиваю, чтобы была возможность немного ее распушить и вытащить прядки для большего объема. Если у вас волосы короткие у лица, то вы можете после того, как накрутите их плойкой, просто уложить красивыми волнами или жгутами. Делаем последние штрихи. И вуаля! Первая прическа готова. Она является более вечерней, хотя, если у вас она получится сильно лохматой, я думаю, можно с ней ходить и днем. Следующая прическа, которую я предлагаю сделать, она гораздо проще в исполнении. Вам необходимо заранее накрутить волосы. Это могут быть локоны, созданные плойкой, утюжкой, либо же просто заплетенные в косичке, затем распущенные. Также на макушке мы выделяем две прядки на некотором расстоянии друг от друга, после чего собираем их резинкой. Резинку сильно не затягивайте, поскольку конец хвоста нам нужно провернуть под основание и выправить наружу. Примерно вот так. Далее, также на макушке мы выделяем еще одну прядку. И теперь нам нужно ее как бы подсунуть под основание, которое у нас получилось. По желанию, если волосы непослушны, вы можете здесь закрепить невидимкой их. Так же поступаем и с другой стороны. Если у вас волосы вьются от природы, то эта прическа будет смотреться на ваших волосах еще более эффектно. Еще одна прядь и сбоку. И с другой стороны. И вот что у нас получается. Дополнительно нам необходимо вытащить пряди сверху, чтобы создать такой легкий объем. Закрепляем прическу лаком и все готово. Эта прическа очень простая в исполнении. Она подойдет для любой длины волос. Надеюсь, мое видео было вам полезным. И по крайней мере мотивировало на создание чего-то необычного в такой прекрасный весенний денек. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всех вас поздравляю с 8 марта. И желаю вам всегда чувствовать себя женственной и привлекательной. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!